День музыки Ирина Бажанова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ирина. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то возрастные ограничения? Взрослые. Это с какого возраста и по какой? Хоть мы и заявляемся, как музыкальная школа для взрослых, на самом деле ограничений в нашей школе нет. Нашему самому старшему ученику 72 года, а младшему 3,5. Насколько сложно работать с людьми взрослыми, насколько сложно их обучать музыкальной грамоте? Ведь есть же какие-то особенности психологические, физиологические. Да, безусловно, эти моменты существуют в процессе обучения. Но здесь наши педагоги осознают и понимают, что они работают со взрослыми людьми. И если первый момент психологический, человеку на первом этапе сложно просто сделать первый шаг и прийти. Когда мы открылись, первый вопрос был, это на самом деле школа для взрослых? Вы на самом деле здесь только взрослых обучаете? Мы говорили, да. Тогда человеку становилось легче. Затем уже в процессе обучения проявлялись такие проблемы, как, допустим, не слушаются пальцы, человек плохо усваивает информацию, запоминает. Но это тоже не проблема. У нас очень комфортные взаимоотношения с педагогом доверительные. И занятия не могут растягиваться и по времени, человек может взять передышку. Вот. Самое главное — желание. А были такие случаи, когда приходит человек, что говорит ни слуха, ни голоса, и говорит, научите меня, хочу петь и играть там на барабанах? Знаете, практически каждый приходит и говорит, у меня ни слуха, ни голоса, но я хочу. На самом деле слух есть у всех, и голос есть у каждого. И мы для того и пришли с такой миссией, чтобы разрушить этот миф и помочь людям раскрыть вот того музыканта, проявить, который сидит в душе практически каждого человека, как мы сейчас выясняем. Как много времени уходит на то, чтобы раскрыть этот талант? Всё это индивидуально. Здесь зависит от самого человека. Возможно, у него когда-то была подготовка музыкальная. Как правило, люди же сталкивались с тем или иным способом. Либо ходили в музыкальную школу, потом бросали её. А желание, вот эта нереализованная мечта, она у них сидит. Если человек абсолютно ноль, скажем так, да, нулевой, он приходит, ну тогда процесс будет чуть дольше по времени. И здесь ещё такой момент важен, что человек взрослый, он чётко знает, что он хочет. У него всегда есть цель. Допустим, кто-то приходит, как правило, не все говорят, что я хочу для себя. Но проходит месяц, два, и всё. Когда будем выступать, когда пойду на сцену. То есть это освобождение даёт внутреннее, человек раскрывается. Есть такие примеры, конкретные примеры, когда пришёл человек, никогда в жизни не брал в руки музыкальный инструмент, и тот вдруг начал раскрываться? Да, у нас есть замечательный ученик, я её помню хорошо, потому что это наш второй ученик был. Она пришла и сказала, знаете, я вот сегодня услышала о том, что у нас есть такая школа, и я собрала все своё желание, всю свою силу. Я вот прям вот пошла, открыла дверь, и теперь я здесь, всё, теперь я не уйду. На самом деле она прожила всю жизнь напротив музыкальной школы, но не успела в основной набор и так и не дошла за всю свою жизнь. И здесь она преодолела себя и начала заниматься. И если поначалу, первое занятие, я помню, она поднялась, у нас помещение в трёх уровнях, сказала, мне там, пожалуйста, наверху, мы закроемся, чтобы никто меня не слышал. То спустя месяц она уже, девочки, ну как я вам сегодня сыграла, слышали меня? То есть это вот трансформация, вот эти метаморфозы, которые происходят с учениками, они просто удивительны. И ты, когда сам всё это видишь, вдохновляешься. Ирина, какие предметы у вас идут? Самые популярные предметы, это у нас гитара, вокал, вокал эстрадный, но также у нас есть академический вокал, занятия по скрипке, по виолончели, недавно открыли мы новое направление, саксофон, также есть этнические инструменты, такие как дарбука, это арабский барабан, губная гармошка. В принципе, все наши курсы формируют наши ученики. То есть если человек приходит и говорит, я хочу на губной гармошке, мы ему организуем губную гармошку. А сколько длится курс обучения? Вот знаете, я ещё раз повторю, что у нас всё индивидуально, то есть мы настроены на ученика, и на его способности, на его желания. Он может длиться от двух недель до года. Всё будет зависеть от его цели. Мне интересно, насколько терпеливы ваши педагоги, потому что, предположим, в таком уже в возрасте, в пожилом возрасте, уже могут и пальчики не слушаться, и какие-то другие проблемы, такие чисто физические. Как это воспринимают педагоги, как они помогают преодолевать? Педагоги у нас очень харизматичные, где-то психологи, и педагоги с большим опытом, люди терпеливые. Я не раз вижу, как люди, которые приходят, у которых есть те или иные проблемы, допустим, физиологически, вот про пальцы, потому что в речи самый популярный инструмент гитара, они переживают по этому поводу, но здесь на самом деле всё очень лояльно, и всегда подбадриваем. И когда человек внутренне расслабится сам, то тогда всё получается, он уже на это не обращает внимания, он просто получает удовольствие от процесса. Ирина, по профессиям кто ваши ученики? Профессии у нас самые разные, и бухгалтера, и строители, и айтишники. Это на самом деле удивительно, когда приходит человек, который с утра до вечера сидит в компьютерах, в этих системных программах и начинает играть марш Мендельсона на фортепиано. Это просто понимаешь, насколько мы многогранны, и сколько в нас потенциала сидит, и что это можно раскрыть, что это нужно раскрывать, чтобы чувствовать себя гармоничной Личностью и быть счастливым. Дома обязательны эти инструменты? Есть ли домашнее задание у вас? Да, безусловно. Желательно наличие инструмента дома, даже нежелательно, обязательно, иначе смысл теряется этих занятий. Ты будешь приходить, отрабатывать, получать информацию, а дома, если ее не закреплять, то процесс может надолго затянуться. Вы говорили о том, что вы принимаете с трех с половиной лет. Почему такой возраст? Я, насколько знаю, что детей обычно, ну, профессионально музыки уже учат там в семье. Знаете, здесь родителями, которые отправляют ребенка в три с половиной, четыре года, движет то знание, что музыка, она развивает гармоничную Личность, она формирует человека. И если давать ее с АЗОВ ребенку, то ребенок лучше развивается, лучше социально адаптируется в будущем. И мы такую возможность даем, потому что в школу, в классическую музыкальную школу в этом возрасте, безусловно, не берут. Вот. Кстати, у нас скоро открывается курс по подготовке к музыкальной школе, где педагог будет проводить занятия по сольфеджио, по ритмике, научат слышать и слушать музыку. А также будет такой интересный предмет лого-ритмика. Через движение ребенок, если у него есть проблемы речевые, они будут нивелироваться. Это удивительный курс. Скажите, вы обучаетесь только игре на музыкальных инструментах или вокалу тоже? Потому что сейчас очень популярны все выступления, музыкальные шоу, где каждый может выйти и показать свой талант. Вокал — это у нас очень популярное направление. Эстрадный вокал мы поем и под фортепиано, то есть начинаются распевки. Затем уже человек выбирает себе определенный репертуар и начинает его разучивать под минус. С микрофоном, перед зеркалом, и сценическое движение здесь включено, чтобы правильно держать микрофон, чтобы уверенно чувствовать себя на сцене. Это все мы даем. Ирина, я благодарю вас за то, что вы пришли, нашли время для нас, ответили на наши вопросы. Всего доброго. Это была программа «Наше время», и я напомню, что мы беседовали с руководителем музыкальной школы для взрослых Ириной Бажановой. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова